дорогие друзья приветствую вас давайте рассмотрим что у нас было на рынке что нас ожидает завтра так вот смотрите вот китайский индекс у нас он гэп который был днем ранее закрыл вернулся в эту проторговочку и сейчас он себя чувствует достаточно уверенно за ним надо все равно наблюдать и смотреть если он краснеет уходит вниз то это может являться признаком того что какие-то негативные явления произойдут и возможно если при этом вниз пойдет нефть то машины тоже может посыпаться или просесть так мы пока вот он в этом диапазоне находится мы спокойно за ним наблюдаем и можем ничего не бояться так дальше вот smp у нас сегодня немножко просил это фьючерс на индекс дневной график но все равно он находится не в критичном диапазоне то есть пока он в этой проторговочки ходит его будут туда-сюда гонять как только он с нее выскакивает вот это негативный тревожный знак для нас соответственно может и рубль обесцениться не весна шины посыпаться вот этот диапазон обращаем внимание что он в этом диапазоне находится если он к нижней границе подходим то это тревожный сигнал что может все посыпаться так американский индекс дальше дальше индекс доллара вот индекс долл долларом немножко себя сегодня скажем так не очень хорошо ведет и смотрится потому что он начал вместо снижения завис вот в этом месте и соответственно снижение дальше не пошло поэтому за ним наблюдаем то есть вот для нас важно чтобы он не шел выше то что еще на идет выше то соответственно негатив для нашего рынка для курса рубля если пробивает 58 и 2 то соответственно здесь возможно какие-то резкие движения в части ослабления рубля и в части обвала нашего рынка фонда ну или по крайней мере там на несколько процентов движения вниз так дальше дальше индексы мы выбрали вот смотрите у нас дневной график нисходящий канал чик одно немножко пробили но пока идем по крыше этого канала то есть вроде в него не возвращаемся на то же время и отскока и перелома тренда тоже нету поэтому здесь конечно нужно смотреть как развивает ситуация вот я все-таки думаю что наверно мы в этот канал чик вернемся это наиболее вероятность сценарий вот и соответственно вот первая цель будет 2630 как я вам говорил и возможно потом ниже но помню что это фондовый рынок то есть он может и развернуться здесь и какое-то время порасти так это индексом мтб дальше нефть но смотрите по нефти пока развивается все очень благоприятно то есть я вот предполагаю что наверное завтра и четверг первую половину дня мы наверное рост продолжим с какими-то откатами но вот здесь вот если у нас откат на и движение возникает и она не уходит ниже 58 и 8 тут ничего страшного нету деревья до небес не растут отрасли скорректируясь отрасли скорректируясь вот но если он уходит ниже 58 и 8 и ниже 58 и 6 вот этого диапазон чека то соответственно получается он возвращается в то место откуда у него начался рост последний вот здесь критичный момент как он отреагирует на достижение 58 05 если он достигает его на падающих объемах то скорее всего будет рикошет и рост но как минимум вот сюда 58 8 возможно и до этой вершины достигнутой 59 и 6 соответственно прохождение этой точки 58 на 5 на повышенном объеме приведет к движению на 57 9 и соответственно тестирование следующего минимума пятьдесят семь семь четыре и возможно уход отсюда уже на пятьдесят семь и 57 вот я думаю наиболее вероятный сценарий даже если будет откат завтра по нефти отсюда скорее всего мы продолжим двигаться вверх и соответственно это движение она будет продолжаться до цели пятьдесят девять и восемь вот здесь есть цель следующая цель это соответственно 60 63 потом 67 61 вот и дальше при достижении 61 и 4 скорее всего будет разворот если на пониженных объемах будет тестирование этой вершины и соответственно откат назад а дальше уже посмотрим как он будет откатываться до каких значений скорее всего это 4 2 половина дня и пятница так дальше у нас доллар рубль фьючерс смотрите здесь какая ситуация рубль начал укрепляться это в том числе на фоне растущей нефти вот соответственно у нас первая цель для укрепления это шестьдесят шесть шестьсот шестьдесят шесть пятьсот диапазончик здесь соответственно 66 500 если он пробивает то уходим скорее всего вот сюда на 66 300 66 300 потом 66 166 и дальше у нас там есть неотработанная цель 65 850 и 65 650 это если растет нефть отсутствует внешний негатив и все хорошо если же развивается какие-то негативные события то соответственно в этом случае мы будем двигаться сюда вот вот эта линия у нас 66 826 и может быть протестировать эту решение 66 920 вот на самом деле посмотрим как здесь события будут развиваться но скорее всего я думаю ближайшие дни будет укрепление рубля против доллара то есть мы вот сюда вот куда-то пойдем так это рубль-доллар дальше у нас индекс ртс индекс ртс вот мы дошли до некого минимального значения здесь у нас произошел отскок на фоне того что них начала расти вот соответственно одну цель мы отработали 126 50 и если завтра благоприятный внешний фон нефти растет тут у нас будет цель 126 850 127 200 и 128 150 и вот у нас есть демаркационные линии это 129 70 соответственно если мы ее пробиваем то идем к целям которые там отмечены выше но скорее всего вот от этой цели мы отразимся и пойдем вниз но я думаю что возможно мы это увидим в пятницу на этой неделе если все посыпется в четверг то соответственно видео не достигнет так это индекс ртс сберну по сберу здесь вообще шикарная картина вот есть нижний уровень 216 есть верхнюю 220 вверху продаем со стопом внизу покупаем со стоп все если эти уровни пробивает на повышенных объемах то соответственно это будет пробой и уход вверх или вниз так это у нас сбербанк дальше у нас газпром вот газпрома мы в последний час выстрелили и причем тут ой 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 какой объем соответственно если завтра негатива нет движение развивается целью 231 потом 231 и потом соответственно выход на 234 вот здесь если мы проходим на повышенном объеме мы дальше уходим на 235 и 8 если здесь объем начинает падать то отражаемся и возвращаемся вот в этот диапазончик так это газпром мы вы втб втб тоже здесь пошло движение наверх но в это был очень коварен то есть постоянно стоп заявки вот собирает уже здесь неоднократно замечено поэтому я не знаю мне кажется от этой бумаги лучше воздержаться хотя вот здесь такая мощная свеча нарисовалась v-образная формация и соответственно высока вероятность движения на 38 817 потом 39 0021 и вот по достижении этой вершины 39 726 ее пробить и на повышенном объеме можем пойти и сюда но вот в т.б. очень коварно себя ведет и поэтому но если вы только в это бы не занимаетесь лучше мне кажется и бумажки воздержаться есть